Я ведаю, что вы были сябрым и однодумцем Миколая Аутуховича, в принципе, изъявляетесь. Но когда мы узнали о том, сколько получил Микола, мы были все очень обрадованы. Я выдавил из себя абсолютно, на мой взгляд, прекрасный материал. Вы створаете гульни, не компьютерные. Ну, я видел, как играли ребята из полка Калиновского, и на удивление им очень понравилось. Очень многие мои посты содержат текст по типу «Дайте денег на корм коту». Вітаю, с вами Валерина и проект «Беларус Беларусу». И он для тех, кто имеет потребу поддержки, и для тех, кто хочет и может поддержать. За час основания программы мы, дякуючи вам, нашим глядачам, допомогли больше сотни наших героев. Среди них, как и семьи политвязников, так и репрессованные беларусы. С Беларуси, Украины, Грузии, Литвы, Польши и других краев. Вы бачите только маленькую частку нашей працы на экране. А на самом реже гэта постоянная коммуникация, стелефанованья, листаванья с нашими героями и с теми, кто хочет им допомогли. С вами, нашими глядачами. Сегодня мой герой Максим. Он однодумца и сябра Миколая Аутуховича. Того самого, которого судили на 25 годов колонии. Максим стварает компьютерные гульни. И он стварил гульню про беларуские протесты. А теперь, как працует над гульней про войну в Украине. Давайте послухаем его историю. Я ведаю, что вы были сябрым и однодумцем Миколая Аутуховича. В принципе, изъявляетесь таким. И у него была одна из самых резонансных справов. Миколаю далі 25 годов колонии. Як вы вогули гэта усприняли? И який б термин чакал вас, ка б вы не зъехали? Ну, когда мы узнали о том, сколько получил Микола, мы были все очень обрадованы. Потому что он получил все-таки тюремный срок. А вы думали, расстрел будет? Ну, мы предполагали, почему бы и нет. Потому что это было показательное мероприятие. Я был, в общем-то, по большому счету, другом Миколы. Мы дружили с того момента, как его выпустили из тюрьмы. До этого, когда он сидел. И за это, я думаю, тоже двадцаточку я бы должен был получить. С учетом того, что люди, которые сидят сейчас, им, а не понимание, пенсионного возраста, с хроническими заболеваниями. Ну, я на их фоне просто образцовый штурмовик-боевик. А у яким керунку вы допомагали Миколаю с того, что можно назвать, с того, что безпечно. Принамся керунок вашей дейности. Да, это, в общем-то, большого секрета тут нет. Это конспирация. Это горизонтальные связи. Личная дисциплина. Я разумею, что вы человек таки шматгранный, але на правду меня наиболее зацекавлено так само, что вы створаете гульни, компьютерные, и на вельми незвычайные темы. Одну про белорусские протесты, а другую про войну в Украине. В общем, эта тема меня наиболее зацекавила. Можете рассказать по дробязни? Когда я начал участвовать в событиях 2020 года, посвящал все свое время, от раннего утра до позднего вечера, каким-то разным активностям. И с разработкой игр я закончил. И когда я вынужден был уехать из Беларуси в Киев, я чувствовал себя абсолютно опустошенным. Я не мог вернуться к своей профессиональной деятельности, потому что игры – это позитив, это благополучие. Я видел опустошение людей, они пребывали в разочаровании, и нужно их было из этого вытягивать. Я замышлял игру как терапевтическую. С одной стороны, в ней можно так просто побегать, порисовать муралы, повешать флажки, побегать от мусоров, я по-другому не могу сказать. А другая игру, как она задумалась, она была натхнена войной, не выказанной агрессией, как терапия для ветеранов этой войны. Ну, я видел, как играли ребята из полка Калиновского, и на удивление им очень понравилось. А им просто нравился геймплей. То, что там можно валить рашистов, ну, там они так и называются – рашисты. То, что там выносят унитазы из домов, забыв про танки, и за это время можно угнать танки, повесить на них жовто-блокитные прапоры, и уже в компании поехать дальше. Когда мы разговаривали по телефону, перед тем, как домовиться на разгову публично, вы сказали, что есть некий блок на эту гульню, можете рассказать под ребятину? Когда я читал еще курсы геймдизайна, одна из первых вещей, которые я рассказывал, это о том, что игры ни в коем случае не должны быть о реальных политических событиях, социальных конфликтах. Когда я сделал игру и выложил ее, ну, она еще была такая совсем сыренькая, это было где-то в сентябре, наверное, я выложил. Сначала она у меня назвалась Combat Defense, прекрасное название, ну, для такой игры. Я решил попробовать сделать перевод для разных стран, и стал сделать перевод для разных стран, и в России я назвал эту игру Combat Defense Stop Roshism. После чего, конечно же, у меня как бы вдруг перестали появляться новые игроки, вот, я проверяю, ну, все в порядке, игра не заблокирована, никаких сообщений не приходит, все в порядке. Спустя месяца 4 всяких экспериментов, я узнал, что есть такая штука софтбан, то есть мне просто никто ничего не говорит, но игру невозможно найти. А как теперь она называется? Сейчас она называется Tanks Battle Survivor. Кто ведет точно такое название, он ее найдет. Как в уголе на вас отбилась ситуация после прошлых годов? Я веду, что вы и отсидели в Беларуси еще, и после как ваше житие склалось? Ну, я бы не сказал, что я уже отсидел там сутки, это санаторий. Вот, и это никак тебе психологически не сказалось. Психологически сказалось то, что я не могу вернуться, во-первых, назад. Во-вторых, я утратил студию, коллеги все разбежались по другим, потому что надо выживать. Ну, и получается такой как бы жизненный дефолт. И финансово так само это призываешь, что стратили? Ну, да, то есть у меня были деньги еще на то, чтобы делать игру о наших протестах, но когда началась война, мой счет в Украине заблокировали. И я потерял все деньги, которые у меня были на счету. А может быть, в арте было бы вернуться в офис Светланы Тихановской с этим пытанием, потому что они подобные к штату проблемы выражали? Ну, я не знаю, насколько это актуально. Если бы речь шла о десятках тысяч, то, может быть, у меня там на самом деле меньше 10 тысяч суммы и за такие мелочи. Это смешно, но до последнего времени, буквально до ноября месяца, я жил за счет денег, которые мне возвращали люди, которым я их когда-то давал. Это были как бы не в долг, просто я помогал, а потом говорю, блин, как-то тяжело. Ну, на тебе, значит, прислали. Ну, сейчас я как раз вот пришел к тому, что я исчерпал этот резерв, и сейчас я уже заложу в долг. А какие шляхи вы бачите для выражения? У чем передусим вам теперь потребная подтримка? Якого кшталту? Есть аккуратно, максимум, и звернуться до нашей аудитории? Я довольно-таки хороший специалист. Я могу вести один, два, ну, вот я вел четыре проекта одновременно, будучи и генеральным продюсером, и одновременно ментором, потому что состав был достаточно молодой, неопытный. Это как менеджмент Гульнин? Да, это... Я могу просчитать проект от первой идеи, концепта до релиза и последующего сопровождения. То есть, что касается продакшена, в этом я, да, силен. Вот. И если есть какая-то студия, которая это интересна, я бы с удовольствием с ней посотрудничал, потому что работать с одному мне, честно говоря, уже надоело. Слушайте, а на своей Гульнин? Вось, якая про войну в Украине, вы, например, можете зараблять неек? Там есть некая реклама, и некие речи, которые можно куплять за гроши. Я не специалист супер у Гульнин, но вот это я ведаю. Да, да, там есть внутриигровые покупки, но это не так, как для женской аудитории. Это немножечко ближе к World of Tanks. Просто облегчение сложности. То есть, можно играть и без всякого доната, но просто посложнее. А вот за эти сродки, которые вы отримываете от своих Гульнин, за эти сродки можно жить? Можно жить и можно развиваться, можно радовать инвесторов, но для этого продукт должен быть достаточно качественным. Нужны вливания в маркетинг, нужны аналитики. Ну, это такой целый комплекс мероприятий. Потому что ваша Гульнин недопрацованная в этом речище, поэтому вы не можете заработать. Потому что она истинная, она выкладена. Вы можете отримывать, когда люди купляют некие речи, как спросить, узровень, но за эти сродки немогчимы истинные, потому что она не раскрученная и недопрацованная до речи. Так? Да, для этого нужен паблишер. Паблишер со своей экспертизой. Это отдельная компания, которая не занимается продакшном, не занимается производством, они занимаются именно привлечением игроков. А когда сказать про просто белорусы, какие поглядят нашу программу, чем я нынаму, типа сприять вам, не ведусь. Там пыать гуленю? Набыть там нечто? Тут важнее, мне кажется, это партнерство. Партнерство, которое может стать не только интересным, но и взаимовыгодным. То есть, если есть люди, которые могут помочь мне сойти с какими-то людьми, с какими-то компаниями, это может быть интересно для всех. И для тех, кто сведет, и для компаний, и для меня. Нехай тримается. МАКСИМА Давайте разом подумаем, чим мы можем подтримать Максима. Махчима, среди ваших знакомых есть люди, которые могут предложить ему работу в корпорации, которая подтримает его идеи. Так же Максим шукает однодумцев и инвесторов, чтобы полновартосно у васобить в жизнь свои гульни. Махчима и они будут иметь и терапевтичный характер и допомогут комусь пройсти синдромы после войны. В любом разе, если вы хотите подтримать Максима, альбо увозить его команду, листуйте до нас из любого пункта света, публично, альбо анонимно. А главное, памятайте. Беларусь, Беларусу. Любовь, поддержка и перемога, где мы разом, там и Беларусь. Беларусь, потерпелым от гвалту у семьи. Алья пасля был вымышен з'ехать зародимы прас своей каштовности, прас подтримку Беларуськой революции и вероходно простое, что был светком смерти забойства Тарайковского. Паша потрапил спочатку в Украину, пасля в Польшу. Тут, а кае, он сутыкнулся с шерогом проблемам. Але вы, наши аглядачы, отгукнулися и не покинули его сам нас со своей бядой. Сложно сказать, стабильно ли мое сейчас хорошее состояние, потому что еще месяц назад я умирал, вообще я просто лежал, у меня болело все, я был больной вообще на все органы, которые только могут быть в теле человека. Моя психиатрка говорит, что это влияние депрессии и буквально неделю, может полторы я чувствую себя прям хорошо, потому что она подобралась мне хорошие леки, я их пил там две недели, они накопили эффект, и сейчас я уже чувствую себя плюс-минус ровно. Была пропозиция массажа, но так как я нейродивергентный, я не пошел, потому что очень тяжело сенсорично, я не люблю, когда меня трогают люди, мне очень тяжело с прикосновениями, и я прям написал человеку, который предлагал спасибо, но, к сожалению, не воспользуюсь, потому что такие обстоятельства, финансовая помощь тоже была, из хорошего, из хорошего я выдавил из себя абсолютно, на мой взгляд, прекрасный материал, это брошюра для близких родителей и опекунов, людей с расстройствами атеистического спектра, с призмы прихмахера, и там просто описано, как люди с такими расстройствами воспринимают тактильное взаимодействие и другие раздражители, и на данный момент брошюру посмотрело больше 7 тысяч человек в онлайн и оффлайн формате и также я сейчас ищу возможности для печати этой брошюры, потому что я хочу ее распространять в центрах помощи беженцам, в образовательных учреждениях, в центрах помощи семье польских также и ищу для этого возможности, чтобы печатать эту брошюру, это очень важно. я очень благодарен на самом деле всем людям, которые поддерживали меня и кита, тоже ему покупали этот корм, ему привозили этот корм, на самом деле очень большая часть моих социальных сетей это посты про помогите пожалуйста, очень многие мои посты содержат текст по типу дайте денег на корм коту, у него пищевая аллергия и его корм стоит дороже, чем моя еда и я не всегда могу позволить себе прям найти деньги на это очень наверное просил бы о работе потому что как бы ходить с протянутой рукой это конечно все замечательно нет поэтому очень наверное искал бы работы причем не только в Варшаве я готов выезжать в другие города одна моя клиентка из Беларуси воспитывает дочку с аутизмом и моя история взаимодействия с такого рода расстройствами началась еще в Беларуси потому что я просто ездил к ним работать я был вторым человеком который нашел подход к этому замечательному маленькому человеку который не очень любит когда его трогают и собственно оттуда начался мой опыт работы с людьми в спектре и сейчас я прям преимущественно активно работаю с детьми и с взрослыми в спектре для того чтобы другие мастера чтобы родители опекуны могли ненасильственно взаимодействовать со своими подопечными детьми и знакомыми сделан собственный материал также у меня есть клиенты с СМА спинально-мышечная атрофия это ситуация когда ты прямо там держишь человека чтобы с ним работать непосредственно с радостью буду работать если будут такие обращения было вельми устешно что на историю Паши отгукнулося шмат наших глядачов ктости допомагал финансово ктости пропоновывал попросту взробить терапевтичный массаж и теперь складается ситуация так что Пашу снова необходима ваша подтримка я вельми спадяюся что вы отгукнетеся на ягоную историю листуйте до нас любого пункту света публична альбу ананимна агалуная памятайте беларус беларусу любов подтримка и перемога демы разом там и беларусь м и и м и